Великий путешественник Насей Никитин, путешествовавший в Индию, до первооткрывателей восточной оконечности Евразии, Семен Дежнев и Витус Беринг. Из путешественников 20 века эрудированные люди, пожалуй, назовут покорителя полюсов Руаля Амундсена и знаменитого исследователя Тура Хейрдала. Но это и все. В остальном считается, что в наши дни открывать уже нечего, да и мест не исследованных на глобусе не осталось. Но есть один человек, наш современник и соплеменник, который по всем параметрам соответствует званию великого путешественника. За пределами России его знают, пожалуй, даже больше, чем в нашем Отечестве. В 90-е годы 20 века он сумел открыть целых два первобытных племени, ранее неизвестных мировому сообществу. Это кажется невероятным, но это правда. Кроме того, он впервые в истории ввел профессию путешественник в кадастр мировых профессий. То есть до него профессии – путешественник, как бы ни существовало. И это лишь крохотная доля его достижений. Имя этого человека – Виталий Сундаков. Список его экспедиций, научных открытий, званий, профессий и поставленных рекордов исчисляется десятками и сотнями. Вот лишь краткий послужной список. Более 40 научно-исследовательских экспедиций по всему земному шару. Более 150 стран на всех континентах. Более 30 первобытных племен и закрытых сообществ, с которыми жил и контактировал Сундаков. Преодолел в одиночку и группой более 20 пустынь. Исходил весь русский север, центральную Россию и Дальний Восток. Имеет два высших образования. Является инструктором по рукопашному бою и выживанию в дикой природе. Основал первую в нашей стране школу безопасности. Еще в Академии наук СССР. Тренировал сотрудников МВД, МЧС, пожарных и даже космонавтов. Чем больше у тебя профессиональных навыков в разных сферах и знаний, тем больше ты востребован в своей профессиональной деятельности. И если я отправляю самые сложные климатогеографические зоны, закрытые территории, зоны гражданских беспорядков, военных конфликтов, религиозных противостояний и так далее, и так далее. Вот взорвали, не знаю, в Афганистане самый большой Буду памятник. Я тут же вылетел туда, чтобы фрагменты этого памятника спасти для музеев мира. Он, как никто другой, знает, чем ценно для общества. Профессия путешественника. Руководитель экспедиции. Так называется моя должность, в отличие от профессии, которая называется путешествовать. Когда те или иные сообщества научные, предположим, хотят осуществить какую-то исследовательскую деятельность, но они не знают, как это сделать. Как им добраться туда? Где лицензии, безопасность, оружие, экипировка, снаряжение, медикаменты? Где взять этих экспедиционных врачей? Как наладить связь, эвакуацию? На чем туда добраться? Вообще, сколько это стоит? Вообще, возможно ли это? Как отнесутся к этому власти? Как это перевозить? Как это хранить? Кто это должен сделать? Руководитель экспедиции. Который знает и набирает штат необходимых специалистов, просчитывает бюджет, выставляет условия и требования, подписывает определенные бумаги с каждым участником экспедиции, находит людей, которые контролируют неукоснительное выполнение этих стандартов. Приключения порой опасны и всегда крайне трудны в старе его жизни настолько, что для многих людей в России он является воплощением понятия «путешествие с риском для жизни». Моими помощниками или проводниками могут стать кто угодно. И представители наркокартеля, и вожди, и какие-нибудь, не знаю, муфти или суфи, или представители закрытых орденов, ну, я не могу это сделать официально. Но мне нужно попасть на эту территорию. Отчасти это криминал. Ну, отчасти. Но в то же время, как бы, я ничего не нарушаю. Есть еще одна ипостась Виталия Сундакова, о которой вы не прочитаете ни в одном справочнике. Этот человек был первым русским, кого индейцы племени Уичуль допустили до своего пиотного обряда. В каждом сообществе люди придумали свои приемы, помогающие человеку раскрыть и понять самого себя. Индейцы Уичули, проходя ритуальные испытания с риском для жизни, не столько выигрывают жизнь, сколько выигрывают понимание самого себя. Для людей, интересующихся эзотерикой и читавших книги Карлоса Кастанеды, эти сведения скажут очень многое. Перед Сундаковым, Куичолем, приходило много европейцев, просивших провести с ними обряд. Но верховный шаман Курандере, Дон Аполонио Корильо, отверг всех, как не готовых к путешествию внутрь себя. А вот русского путешественника не только допустил до обряда, но и назвал своим внуком Таукари. Впрочем, отвергли не всех. Было одно исключение. Некоего навязчивого француза Дон Аполонио решил научить уму разума весьма суровым способом. Когда увидев уичерскую одежду, Дон Аполонио пристал человек, просто и сказал, я хочу, чтобы вы мне пьетную церемонию сделали, он говорит, зачем тебе нужно быть? Я хочу богом стать, я хочу, вот как вы прямо. Он говорит, да, ну, мы нам по пути пошли с нами. И мы пришли там к католическому священнику, доминиканцу, и он говорит, слушай, у тебя есть место, где тут сарайчик подержать? Человек богом хочет стать. Переглянулись они. Он говорит, ну, вот там, да, возле курятника. Вот он его посадил, достал, значит, из своей сумки вот такой. Дольку пьет, пока млал соответствующим образом. Дал ему, и мы ушли. А когда мы вечером пришли, он сидел в собственных фекалиях весь, обрыганный там, значит, и едва живой. Он говорит, ну, как ты себя богом уже чувствуешь? Это уже понятно, что этот человек больше никогда в жизни туда не придет и прочее дело. Да, таких много там, там и по сей день таких там много. Да, к разговору с нематериальными силами нужно быть готовым. Иначе нерадивого путешественника в непознанное может ждать не только конфуз, но и гибель. Один из ритуалов, которому предшествуют ритуалы, связанные с тем, а что ты жив или не останешься вообще, вот, это разговор с богами на вершине Эльхимада. Когда ты поднимаешься туда, определенные обряды, определенное время, определенные церемонии, 14 дней паломничества там и так далее. И потом боги приходят к тебе ночью. И первое, что они делают, они заглядывают в твое сердце на предмет наличия там вопросов достойных богов. Если таких вопросов не оборужат, они тебя в гневе уничтожают. И там, не знаю, из 10 смельчаков уичолей, которые отваживались выйти на разговор с богами, там 3-4 человека только спустились вниз. А тело остальных не было найдено, хотя это открытая местность, ни внизу, ни вверху их тел не обнаружили. И поэтому такая легенда по этому поводу существует. Это было не единственное магическое посвящение великого путешественника. Практически во всех странах, где он бывал, ему удавалось прикоснуться к древним знаниям, хранимым мудрецами и мистиками. В разных странах его знают под различными духовными именами. В племени уичоль его нарекли шикиаками – сын земли и солнца. А в исламском мире он известен как бахтияр-абу Райхан ибн Аль-Беруни. Годы дорожных медитаций, преодолений себя и общения с шаманами сделали из Виталя Сундакова человека, за которым хочется записывать. Он, не задумываясь, высказывает мысли, которые позволяют служителю многое понять о самом себе и об окружающем мире. Поэтому у него столько учеников и поклонников. Отправиться в экспедицию с этим человеком мечтают тысячи людей. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Он крайне строго отбирает спутников. То есть, чтобы я взял кого-то просто рядом даже, мне нужно сначала курсы как минимум месячные для него провести. Потому что это и вододобыча, и подножный корм, временное жилище, опасные ядовитые растения и животные, суши и море, там, герпентология, там, доврачебная помощь. Кучу дисциплин, которые он должен хотя бы чуть-чуть практических, теоретических знать, чтобы не быть обузан. Кроме того, в последние годы Виталий Сундаков ведет активную общественную деятельность. Он строит свой славянский Кремль, проводит семинары, создает русскую школу русского языка и еще несколько уникальных организаций, участвует в круглых столах, снимается в кино и многочисленных телепередачах. Однако для проекта «Достояние планеты» Виталий Сундаков согласился сделать исключение. Он поведет нашу группу в свою любимую Мексику, где когда-то получил первое магическое посвящение. Вместе с ним мы изучим величественные архитектурные памятники этой страны и проведем анализ адекватности их официальной исторической датировки. Но это, разумеется, не самое главное. Гораздо важнее, что наши путешественники проведут целых две недели вместе с этим удивительным человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова